Доброе утро дорогие друзья! Мы начинаем наш шестой урок в понедельной главе Торы Тазриа и вернемся к заповеди обрезания, которую мы читаем в первом дне изучения главы. И написано, что делается восьмой день, именно днем, это мы уже говорили. Теперь есть несколько причин, почему именно восьмой день. Первая причина, чтобы ребенок окреп и ему сделать поэтому нужно на восьмой день. Вторая причина в том, что ребенок должен прожить один шаббат до обрезания, чтобы познакомиться с царицей субботы, чтобы понять важность этой заповеди. Поэтому делается на восьмой день, по-любому один шаббат за эти дни будет. И также животных не приносят на жертвник раньше восьмого дня. То есть семь дней должно пробыть животное под матерью своей, а на восьмой день уже годится для того, чтобы принести в жертву. И приводит в метраж такую вещь, что царь со своим другом хотел сесть за стол, но он сказал, что я бы хотел тебя сначала познакомить с царицей. Вот так наши мудрецы говорят, что вот обязательно Всевышний должен познакомить нас с субботой. Переехли за это в Рязани. Потом очень интересно, метраж рассказывает за нашего раби Акиву была в сверной памяти и римского наместника Турфуса Руфуса. И Турфус Руфус спросил у раби Акивы, он говорит, чьи дела важнее, Всевышнего или Человека? Раби Акивы сказал человека, Турфус Руфус был возмущен. Раби Акивы говорит, я не имею в виду того, что человек не способен сделать, но то, что в его силах, его дела важнее. И он принес на следующий день булку, которую жена его испекла с пряностями, прекрасную, с маслом испекла, принес Турфус Руфису. Он принес зерно и говорит, чьи, что важнее, хлеб или зерно? Турфус Руфису говорит, конечно, зерно. И, конечно, хлеб, он говорит, хлеб. Он уже готов видеть. Вот. Так же и обрезание. Всевышний нам дает, жизнь дает человека. Мы делаем обрезание по его указанию. Вот. И Турфус Руфису говорит, зачем это делать? Человек уже рождает совершенность. Творение Всевышнего совершенны. Раби Аки говорит, не только в этом нужно вмешательство человека. Человек должен делать. Это то же самое, что сказать, что не нужно перерезать на пуповину, которую Всевышний оставляет прикрепленной к матери. Поэтому дела человеческие важнее, он говорит. Вот так вот. В общем, настолько это важная заповедь сделать ребенку обрезание. И написано, человек, который не обрезался, тот не попадет. Не попадет он в рай. Вот так вот. Так написано. Если даже у него есть какие-то нарушения, то Всевышний спасет за счет этой заповеди. Все. На сегодняшний нас урок заканчивается. Всем все самого наилучшего. Шаббат шалом. Урок был дан за поднятие туши Яков бен Нахум. Владимир бен Григорий. Павел бен Ефим. Хая Малка бот Йосим. Мира бот Аврагам. Роза бот Михаэль. Памяти Ури бен Харитон. Мендель бен Мендель. За здоровье Светлана бот Клара. Гитл бот Мирьям. Борис бен Мария. Анна бот Ривка. Полина Перв бот Соня Сура. Лена бот Клара. Женя бот Ида. Анна бот Елена. Евгений бен Софья. Двойра бот Мирьям. Моисей бен Ева. Ирина бот Двойра. Йосиф бен Раиса. Инесса бот Маэль. Евгений бен Берта. Евгения бот Ита. Иска Шимон бен Бейла Мотел. Фира бот Анна. Гитл бот Мирьям. За хорошую ду Харонария бен Двойра. Денис Бен Ахом. Абигаил Бат Сара. Всем всего самого на лучшего. Шаббат Шалом.